привет с вами я олег попов и наш проект рок туса сегодня мы находимся на концерте группы красная плесень в клубе milk moscow который организовал а медиа продакшн привет привет чё на плесень пришел конечно плесень пришел а куда же еще ну тут еще две группы такие я знаю что здесь две группы выступают и я пришел на плесень все правильно круто плесень круто давно слушаешь очень давно вообще самого детства еще брат меня приучил слушать красную плесень как их творчество вообще супер 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 мне нравится например фишка их какая-нибудь у них определенная есть как думаешь стёп стёп вот это вот вообще вот просто юмор вот этот вот ну юмор а лопаты с граблями а лопаты это вообще было жесть когда вот это придумывает надо же выдумать вообще лопаты такое вот я бы например не додумался сделать из лопаты гитару из грабли же еще сделать да он еще и грабли замутил да это прикинь еще и бас-гитара у него есть а еще весло весло есть а я не видел не он там говорил весло есть я сам не видел но они с веслом он выступал на рок волне по-моему с веслом так что есть больше херену спасибо большое на какую группу пришла на красную песню ну и как это плесень вообще плесни красная как мальчика смотри сделаны в ссср они из наших времен а ну отлично откуда узнала когда услышал каком году интернет сближает людей а вот так вот в том году в котором еще интернета не было мы просто были такие кассеты мы их слушали на кухне когда пили пиво все правильно у меня тоже 2002 года было кассеты все и башки не оба струна называется четвертая струна а 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 привет привет как тебя зовут барби а есть какие у тебя истории связанные с красной плесенью да меня знают на форуме красной плесенью ввв плесень . нет меня знает группе контакте вот меня и большого джо он тоже достаточно известный персонаж он даже один раз был участником концерта вот им били фанатов которые лезли на сцену к яцинии вот и в итоге он сломался и и все больше он не работает не вибрирует и служит только как украшением а 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 Мы просто еще репортажи вести, ну чтоб не закололи вот этой вот темой. Я нам на входе предупреждали по поводу этого. А ты что сказал? Мне не предупреждали, что будет слэм. Здорово! Что ждешь от концерта красной плесени? Счастье. Понятно. Давно знаешь их? Где с 96-го? Я старый. Ну я тоже не молодой, но я с 2002-го, например. О, пацан! Да, единственный вопрос такой, сколько альбомов вообще слышал их? Я слышал, у них 55 альбомов. Слышал где-то порядка 15 под гитару, все. Ковера, то бишь, да? Ковера, то бишь, да. Друзья! Друзья, красивые! Ковера, то бишь, да. Приходит, что-то писем. Среди них одно вообще какое-то ебанутое. А правда ли, что гитаристка Ника Морозова зимой любит носить лыжи на каблуках? Или, ем, твою мать, ну надо же такую хуйню придумать. Конечно же, это неправда. На самом деле, она любит летом плавать в лыжах на шпильках. А еще смотреть в коммунизационную клубу невосходящие звезды. Ну как у вас настроение вообще? Охренительное! Это круто! Да, очень. Что ждете от концерта «Красной плесени»? Все, все. Давно группу слушаете? Всегда слушаю и буду. Второго класса. Прикольно. Сколько альболов слышали? Все. Единственный вопрос, который возник к вам. Откуда узнали о концерте «Красной плесени»? От мамы. Всегда узнали. Правда, от мамы. Везде узнаем. Я ничего не буду поделать с этим. Ну, ребят, дождем тогда, наверное. Конечно. Спасибо большое. Еду. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. Приветствуем всех, так сказать, ваших подписчиков портала. Первый вопрос. Как публика вас приняла? Замечательно сегодня было. В принципе, ну, как всегда в Москве у нас всегда замечательно. Единственное, хочу отметить, что сегодня был очень хороший звук. То есть, это редко бывает, чтобы звук был в клубах, как бы, ну, достойный. Сегодня это было замечательно, в общем-то. Следующее выступление у вас где намечается? Завтра в Питере мы выступаем в клуб А2. Вот нас, наш тур организует компания «Амедиа Портал». Ну, в общем-то, завтра у нас там выступление. А ближайший альбом у вас, когда намечается выход, наверное, его уже слышали, что будет? 21-12 на конец света по календарю мая у нас будет релиз альбома. А будет свободной продажи или как? Мне никому не достанется абсолютно. Я понял, просто я видел, что у вас будет 12 песен, 12 бонусных песен. И как-то вот он будет продаваться. Можете рассказать, как вообще? Ну, дело в том, что те, кто будет его покупать, они уже давно заплатили. То есть, там списки уже выставлены. Просто этим людям будет отправлено. Остальные, ну, не успели. Два года, как бы, собирали списки. Кто не успел за два года, ну, опоздал. Что ж поделать? Ну, такие вот дела. Это будет уже 56-й, да, альбом? Да, последний 56-й. И больше мы писать не будем, потому что нафиг она всралась. Это все писать, писать как-то. Рука устала, знаете, ручка. Вот тут мозоль уже на пальцах писать. Больше Пушкина написали, больше Моцарта. Просто уже тяжело как-то дальше столько симфонических композиций, буддистского рока и так далее. У кого родилась идея создать гитару-лопату и, так понимаю, бас-грабли? Это не бас, это тоже гитара-грабли. Просто на ней всего 4 струны, потому что она из ритма гитары. И там на ритм гитарах первые струны, как правило, не нужны. Это солирующие струны. Вот. Это я изобрел. В принципе, там в интернете уже давно об этом как бы есть. На нашем официальном портале мы выложили эту информацию. Ну, как сверху пришла идея, собственно говоря. Тут невозможно сказать, как это появляется. Та или иная задумка. Я видел патент, он как бы у вас на Украине запатентован. А почему не в России? Дело в том, что патентовать вообще надо в каждой стране мира. А в каждой стране мира это денег не хватит патентовать. Патентуют обычно как? В странах Евросоюза, в Америке, Китай там захватывают обычно. И уже там какие-то Индонезии, Минезии, Ливии, Мивии уже никто не патентует. Ну и свою страну. Я просто взял как бы Украину, потому что там как бы я живу, гражданин Украины. И, собственно, на этом остановился. Смысл бегать и в каждой стране делать патенты. Все равно я массово тиражировать ее не собираюсь на заводах выпускать. Поэтому смысла нет. Какие-то еще инструменты будете изобретать, придумывать? Была у нас, точнее, есть гитара, то есть это скрипка, лопата, виолончель, лопата. Мы на фестивале в Малой Ярославце, по-моему, в позапрошлом году или в прошлом, уже не помню, есть видео тоже. Презентовали виолончель, лопату. Я там сыграл партию Моцарта немножко. Вот. Была гитара Весло, мы ее презентовали в Питере, Петрозаводске. Тоже год назад, уже не помню. И, собственно, на этом пока я остановился, потому что, ну, надоело. Понятно. Спасибо вам, Павел, большое. Спасибо. Спасибо.